Здравствуйте, уважаемые коллеги! Представляю вам очередной выпуск налоговых новостей, на этот раз за август 2021 года. Представляет выпуск ЮЗВАК Максим Васильевич. Перед вами слайд с информацией обо мне. Что касается плана настоящего выпуска, то сначала я предлагаю рассмотреть налоговые законопроекты, которые поступили в Государственную Думу. Ну а в качестве центральной темы настоящего выпуска я предлагаю рассмотреть проблему приостановления операций по счетам. Итак, что касается налоговых законопроектов, то несмотря на то, что Государственная Дума находится на каникулах, тем не менее налоговые законопроекты поступали и в августе. При этом все законопроекты можно разделить на две группы. Первая группа законопроектов составляет те, которые имеют определенные шансы на одобрение. Ну а вторую группу законопроектов, понятно, что представляют законопроекты, которые вряд ли будут поддержаны. При этом здесь следует заметить, что скорее всего законопроекты, входящие во вторую группу, поддавались в рамках избирательной кампании. Итак, что касается первой группы законопроектов, то туда входят правительственные инициативы. В данном случае первый законопроект предлагает упростить порядок подтверждения нулевой ставки по НДС. Поправки касаются прежде всего услуг, связанных с перевозкой водным транспортом. Ну и предлагается упразднить необходимость отметок таможенных органов. Так, поправки предлагают упразднить упоминание, отметки, погрузка разрешена. Ну и также там вносятся иные технические поправки. Следующий правительственный законопроект также носит по большей части технический характер, поскольку в налоговом кодексе, в различных его нормах изменяется терминология. Изменения касаются прежде всего лицензионной терминологии, поскольку меняется вообще концепция лицензирования. И если раньше факт лицензирования подтверждался бумажным документом, то сейчас такой факт подтверждается записью в тех либо иных реестрах. И исходя из этого и меняется терминология в налоговом кодексе. Далее переходим ко второй группе законопроектов. Вообще следует заметить, что все эти законопроекты подавались представителями одной партии. В данном случае речь идет о ЛДПР. Итак, первый законопроект направлен на увеличение предельного размера социального налогового вычета по НДФЛ. То есть в данном случае предлагается расширить возможности учета в налоговой базе расходов, связанных с лечением, с обучением, ну и с другими социально важными расходами. Так, в настоящий момент предельный размер, который можно учесть, составляет 120 тысяч. Как отмечают авторы законопроекта, в данном случае этот размер неадекватен экономической ситуации. Поэтому они предлагают увеличить его до 360 тысяч рублей. То есть граждане смогут уменьшить налоговую базу на данную сумму. В пояснительной записке к законопроекту авторы указывают на то, что социальный налоговый вычет, точнее его предельный размер, не изменялся в течение 10 лет. Вместе с тем, за этот период значительно выросли цены. Так, например, стоимость обучения увеличивалась не менее чем в 3 раза. Цены на лекарства увеличиваются ежегодно не менее чем на 10%. Ну и в целом рубль также обесценился не менее чем в 3 раза. Соответственно, чтобы установить адекватный предельный размер социальных налоговых вычетов, и предлагается внести изменения. Следует заметить, что на данный законопроект есть заключение правительства. Правительство указывает на то, что данные поправки приведут к потере бюджета. При этом авторы законопроекта не указывают, за счет каких источников компенсировать данные потери. Следующий законопроект связан с транспортным налогом на дорогие автомобили. Законопроектам, по сути дела, предлагается ограничить возможности повышенного обложения транспортным налогом роскошных автомобилей. Так, авторы законопроекта предлагают считать, что роскошный дорогой автомобиль – это автомобиль, стоимость которого начинается с 4 миллионов рублей, а не с 3, как установлено сейчас. Кроме того, изменяются другие суммовые критерии, которые позволяют применять повышенный коэффициент при исчислении транспортного налога. В пояснительной записке к законопроекту авторы указывают на то, что к настоящему моменту значительно выросли цены на автомобили. И, соответственно, нельзя считать, что автомобиль стоимостью 3 миллиона рублей является роскошным, дорогим. И, значит, его повышенное налогобложение, оно не обосновано. Опять же, к этому законопроекту есть заключение правительства, и правительство указывает на то, что и этот законопроект приведет к потерям бюджета. Но при этом авторы не указывают за счет каких источников погашать, ну, точнее, компенсировать данные потери. Следующий законопроект связан с льготами в отношении многодетных родителей. Так, предлагается прямо установить, что льгота по налогу на имущество распространяется на налогоплательщиков, которые имеют 3 и более детей. Но эта льгота будет заключаться в том, что будут освобождаться те или иные объекты недвижимости от налога. В пояснительной записке к законопроекту автор, это представитель от ЛДПР, указывает на то, что, например, льготы для многодетных родителей установлены в главе, которая регулирует земельный налог. А вот в главе о налоге на имущество физических лиц такой льготы нет. Автор считает такое регулирование непоследовательным и считает, что необходимо расширить льготное положение в отношении многодетных родителей. Следует заметить, опять же, что на данный законопроект правительство подготовило свое заключение. Во-первых, правительство указывает на то, что глава о налоге на имущество для физических лиц, она уже содержит льготные положения в отношении многодетных родителей. Так, налоговая база может уменьшаться на стоимость 5 либо 7 квадратных метров на каждого ребенка, который есть у многодетных родителей. Также правительство указывает на то, что законопроект приведет к значительным потерям бюджета. Однако автор законопроекта не указывает и не приводит источники, за счет которых компенсировать данные потери. Наконец, по мнению правительства, соответствующие льготы могут по своему усмотрению вводить местные органы власти. Так, ну и в самый последний день августа в Государственную Думу поступил законопроект, связанный с тарифами по страховым взносам. Так, предлагается установить льготные тарифы по страховым взносам в отношении организаций инвалидов. Так, например, тариф на обязательное пенсионное страхование составит 10%, на обязательное медицинское страхование 5%. Ну а в отношении обязательного социального страхования предлагается установить нулевую ставку. Пояснительные записки какого-то серьезного обоснования авторы не приводят. Так, ну о налоговых законопроектах все. Так, ну а в качестве центральной темы настоящего выпуска я предлагаю рассмотреть проблему приостановления операций по счетам. Именно эта проблема была рассмотрена в деле Банка ВТБ. Данное дело стало предметом разбирательства в судебной коллегии по экономическим спорам. Что касается сути спора, то налоговый орган выставил требования в отношении индивидуального предпринимателя. И поскольку это требование не было исполнено, то было принято решение о приостановлении операций по счетам индивидуального предпринимателя. И данное решение было направлено в Банк ВТБ. Банк ВТБ исполнил данное решение частично. Так, по счетам, которые были открыты лицом в качестве индивидуального предпринимателя, операции были приостановлены. А вот по счетам, которые были открыты в качестве личных счетов, то есть лицо здесь не использовало статус индивидуального предпринимателя, по этим счетам операции не приостанавливались и физическое лицо продолжало осуществлять расходные операции. Налоговый орган посчитал, что в такой ситуации банк нарушил требования налогового законодательства, и в этой связи банк был привлечен к ответственности по статье 134 Налогового кодекса. Понятно, что банк с таким решением не согласился и обратился в суд. Нежестоящие суды поддержали налоговый орган, и было указано о том, что статья 76 Налогового кодекса содержит прямое указание на возможность приостановления операций по счетам индивидуального предпринимателя. При этом данная статья не содержит какого-либо специального регулирования в отношении счетов, которые открывались лицом в качестве обычного физического лица, а не индивидуального предпринимателя. Следует заметить, что Верховный суд с таким подходом не согласился, и было приведено несколько доводов. Во-первых, было отмечено, что Налоговый кодекс содержит различный порядок взыскания налогов с физических лиц и с субъектов предпринимательской деятельности. При этом Верховный суд подчеркивает, что это различие носит принципиальный характер. Так, Налоговый кодекс не предусматривает внесудебного порядка взыскания в отношении обычных физических лиц. И это связано со следующим. Во-первых, по мнению Верховного суда, внесудебный порядок взыскания в отношении физических лиц означал бы вмешательство в личные права физических лиц. То есть, фактически, налоговые органы выходили бы за пределы налоговых отношений. При этом, при таком вмешательстве нарушались бы личные права, например, связанные с обеспечением жизнедеятельности, обычных таких житейских потребностей, как самого физического лица, так и его родных и близких. Кроме того, Верховный суд обращает внимание, что Налоговый кодекс не содержит гарантий прав физического лица. Но в данном случае речь идет об этих личных правах. То есть, в данном случае, например, Налоговый кодекс не допускает возможности хотя бы частично расходовать средства, которые находятся на счетах, в целях удовлетворения личных потребностей физического лица. При этом, такие гарантии содержатся, например, в рамках исполнительного производства. Кроме того, Верховный суд делает важную оговорку, ремарку о том, что в том случае, если денежные средства от предпринимательской деятельности поступают на личный счет предпринимателя, то и в этом случае у налоговых органов не появляется возможности ограничивать операции по этим личным счетам. Таким образом, Верховный суд сформулировал достаточно четкую позицию, которая защищает права физических лиц и не допускает возможность осуществления принудительного взыскания с физических лиц во внесудебном порядке. Здесь, опять же, следует оговориться, что речь идет о счетах, которые открыты физическими лицами не в качестве индивидуальных предпринимателей. Безусловно, данную позицию Верховного суда необходимо взять на вооружение физическим лицам для защиты своих интересов. А на этом все. Спасибо за внимание. До скорых встреч.